Добрый день всем! Сегодня наконец-то мы с Авелиной открываем посылку. Она не могла дождаться, когда мы это сделаем. Вот здесь стоит такая огромная посылка с милолуки. Мы получили ее примерно две недели назад, но так как мы были в Казахстане, то естественно открыть мы ее не могли, но мы знали, что она пришла. Потом мы приехали, но тоже все не было времени ее открыть, все никак не доходили до нее руки, но вот сегодня наконец-то мы ее открываем. Итак, начну я с продукции, которая относится для, скажем так, полости рта. Я купила по акции, очень хорошая акция была, вот такие два ополаскивателя для рта. Это концентрат натуральный, без всяких примесей, без всяких вреддобавок. Спасибо, ты моя помощница. Освежает дыхание, алкоголь фри, то есть без алкоголя. Очень хорошая, очень хорошая ополаскиватель. Диме моему очень нравится. Такой приятный ментоловый запах, вернее, как бы привкус, да, такой, не печет. Ты пробовала это, да? Велине тоже нравится. Я тоже, мне тоже нравится такой нежный запах и нежный привкус. В общем, нам нравится. Также у меня есть три вот таких зубные пасты. Одна отбеливающая, другая со фтором и третья для детей. Такие три зубные пасты. Я попытаюсь выставлять максимально здесь, чтобы вы могли в процессе видео видеть, что у меня есть. Так, также, но это не относится к уходу за зубами, но это губнушка, к уходу за губами. Велина тоже очень сильно хотела, чтобы я ее купила. И вот, наконец-то, твоя мечта сбылась. На. Это санитайзер для того, чтобы... Какой это запах? Какой запах? Яблоко. Не знаю, нарисовано яблоко, может быть. Написано, что убивает 99,99% бактерий, germs, чтобы... Это тебе в школу, чтобы ты могла пользоваться в школе, обрабатывать свои руки. Только в школе. Она у нас любит сильно все эти санитайзеры, и когда надо, и когда не надо, пользуется ими. О, уже применяет. Молодец. Реклама пошла, как говорится. Вкусно пахнет. Ну-ка, да я понюхаю. А какой это запах, посмотри. Пинаколада. Пинаколада. А, она хотела этот запах. Это как тропический запах. Как кокос там все такое. Тоже без всяких вредных добавок. Можешь туда поставить. На ваксе добавлены витамины И. В общем, тоже все очень хорошее. Что там еще? Защищание от солнца. Да, защищает от солнца, правильно. Так, это чуть позже покажу. Это у нас... Это тоже чуть позже покажу. Теперь витамины. Что это? Омега-3. Это фиш-ойл или рыбий жир. Очень хороший вкус. Я бы сама его тоже, конечно, пила, потому что это манго и персик. Полезно и для сердца. Муж говорит пить. Полезно для сердца, полезно для глаз, для мозга. В общем, я это даю и Тиме, и Велине, и они нравятся. Им нравятся. Уж насколько у нас Тима переборчивый, да, он просто так ничего пить или пробовать не будет. А вот это ему очень сильно нравится. Да, он сначала у нас понюхает, но сейчас он уже не нюхает, потому что он знает, что это такое. Также, как всегда, я взяла себе вот такие витамины для кожи, для волос и для ногтей. Кстати, ногти укрепляет, как я уже говорила в своих предыдущих видео, волосы все еще продолжают выпадывать, но потому что я пью нерегулярно. Я иногда забываю. Тут у нас поездка была, я забывала пить. Так что теперь мне снова нужно взяться за свое здоровье. Я взяла вот такие две огромные коробки с витаминами. Это для меня, эта голубенькая для Димы. Я сейчас одну открою, которая, ну, давай, для меня, которая, например. Мы откроем сейчас и посмотрим, что там находится. Здесь находятся вот такие пакетики с витаминами. Одна для вечера, другая для, или, скажем, одна для утра, другая для вечера. В ней находится, чувствуешь, да, несколько витаминов. Я сейчас попробую быстро найти, потому что я забыла посмотреть, какие витамины они сюда... А, вот здесь есть мультивитамины и минералы, для сердца, омега, тоже фиш-ойл, ацеллюлита, потому что у меня уже начинаются эти проблемы, и антибиотик, о, пробиотик, антибиотик, говорю, пробиотик. Вот такие четыре витамина находятся в каждом пакетике для вечера и для утра. Видите, они разделяются напополам, то есть один вы пьете утром, другой пьете вечером. И у Димы, что здесь находится, тоже мультивитамины и минералы, витамины для сердца, омега-3, для целлюлита, мужчинам это тоже полезно, и пробиотики. Да, то же самое, то же самое все витамины, но уже как бы составлены для мужского организма. Мне нужны были в этом месяце вот такие салфетки для стирки. Вот так аккуратно наверх составь друг на дружку, чтобы... Вот сюда наверх поставь, может быть, видно будет. И теперь самая интересная секция в этой коробке, которая тоже была по такой огромнейшей колоссальной акции, по огромнейшей хорошей скидке, и я не удержала, чтобы это не купить. Таффен Тендер, это для уборки. Я думаю, что тоже Спайс Эппл называется. Ну-ка, оно закрыто, нет, мы не сможем понюхать, но когда мы будем пользоваться, то я думаю, что мы увидим, насколько это хороший запах, потому что яблоко и корица, это распространенная комбинация в Америке, и в принципе неплохой запах получается. Особенно осенью. Особенно что? Осенью. Осенью, да, особенно осенью. Без хлорки, без аммонии, без каких-то вредных добавок, без токсических химикатов. Помнишь, когда я в Казахстане убирала у бабушки с дедушкой дом, как вы задыхались от хлорки, от всех этих химикатов, которыми я пользовалась. Я рада, что мы снова дома, что мы можем снова пользоваться теми веществами, которые не вызывают кашля, жжение, чего еще? Чихание. Вот это Solumel, тоже Спайс Эппл, и это тоже для уборки. Solumel я пользуюсь тоже и столы протираю, и ванны протираю, вернее, раковины протираю, кабинеты. В общем, снимает жир, снимает всякий налет. Приятные средства. И что самое, что мне больше всего нравится, не нужно пользоваться перчатками, когда вы пользуетесь этими средствами. И маску не нужно одевать. Что у нас вот это? Room Spray. И к нему прилагается вот такой бутылек, вот с таким распылителем. Тоже концентрат, тоже все хорошо разбавляется. Я еще не пользовалась этим, я только получила. Но я думаю, что это очень хороший запах, очень хорошее средство. Если вы в будущем хотите узнать, понравилось мне это или нет, оставьте комментарий под этим видео. Что ты хотела сказать? Забыла уже. Так, поставим тоже сюда. У них вот воск, и я думаю, что так же будет пахнуть. Я думаю, что да, но все будет одинаково пахнуть, просто что для разных применений. Вот это у нас, вот посмотрите, с этой стороны тоже, это все осенний такой набор. Я думаю, что это будет все очень хорошее. Я думаю, что нам это все понравится. Это воск, чтобы растапливать. Иногда она быстрее слова подбирает, чем я. Это не от мелолуки, но это чтобы растапливать воск. Сюда ложится один кубик вот такого воска, или кубик, скажем так. Сюда ложится. Здесь делается свечка какая-то без запаха, с огоньком, и воск потом будет растапливаться. Я думаю, что особенно это понравится Диме. Он очень любит такие вещи. На, понюхай. Кстати, она уже открывала, нюхала, ей это нравится. Так, что у нас здесь еще есть? Это у нас масло, чтобы вставлять в розетку, ну, тоже для аромата, для ароматизации дома. Но я не предусмотрела купить такую, знаете, штуку специальную, чтобы это масло туда вставлять. Я сейчас вам покажу. Видите, вот здесь вот такой пузырек с маслом. Я не предусмотрела, чтобы купить вот такую штуку для этого. Так, у нас еще здесь есть вот такое мыло. Это для рук, оно такое густое. Думаешь, оно тут запечатано, если понюхать? Мы можем капельку-капельку открыть, чтобы заинтриговать всех. Евелина, яблоком пахнет. Не почувствовала, понюхай. На, крышечка тебе. Вот это тоже такое мыло. Тоже это запах яблока, это осенние яблоки, да? Я думаю тоже, что очень хороший запах. К ним прилагаются вот такие дозаторы, чтобы пользоваться этими мылами. Держи. Что у нас здесь еще? У нас здесь есть вот такая огромная свечка. Сначала думала, что это напиток. А Евелина сначала думала, что это напиток. Она действительно выглядит как напиток. Соевая свечка, но она безопасная. То есть, если вы ее зажгете, не нужно бояться того, что она выделяет какие-то химикаты. И вы знаете, что те свечки, которые вы покупаете в магазине, или может быть вы не знаете, что они выделяют очень сильные химикаты. И у некоторых людей даже бывают токсические отравления от этих свечей. Если пасы, чтобы возле штора их не... Да, ни в коем случае нельзя, конечно, ставить возле штор. Но любые свечки нельзя ставить возле штор. Можно понюхать. Свечка вот такая белая. Но запах немножко сильный, потому что мы нюхаем воск. А так я думаю, что он будет... Запах, думаю, что не будет очень сильный, когда оно будет гореть. И вот такие у нас... Это что у нас? Бадиваш, тоже с запахом яблока. И это у нас лосьон, тоже с запахом яблока. Все такое... Такой осенний набор. Ну, что, Тима? У нас тут Тима пришел и увидел свечку, и хочет тоже понюхать, какой будет запах. Нравится, Тима? Он не хочет появляться в кадре, потому что он без футболки. Так что вот такая у нас была посылка на этот раз. Надеюсь, что вы получили такое же удовольствие, как и мы с Эвелиной. Но вы можете получить больше удовольствия, если вы закажете хотя бы что-то из этого, как мы получаем удовольствие, когда мы пользуемся всеми этими средствами. Спасибо за просмотр, спасибо за то, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, приходите к нам еще, приглашайте друзей. Мы всем вам будем очень рады, правда? Всем приятного дня, всего хорошего. Пользуйтесь натуральной продукцией, пользуйтесь только тем, что не вредит вашему здоровью. Заботьтесь о своих близких. Спасибо вам за все. До свидания.